Привет, друзья мои! Сегодня у нас с вами советская задача для школьников, которую ни один современный школьник решить не может. Ну, я думаю, и у советских школьников тоже были проблемы с этой задачей. Поэтому ставьте на паузу, пробуйте решить, как получится школьными методами, нешкольными методами. А потом продолжайте смотреть видео и сравнивайте свой ответ и свое решение с тем, что покажу сейчас я. Ну и, разумеется, не забывайте писать свои мысли и идеи в комментарии. Их всегда интересно посмотреть и почитать, и порой там появляются даже более простые идеи, чем показываю я. В чем сложность этой задачи? Ну, в том, что когда мы будем избавляться от корня правой части, мы непременно получим в левой части четвертую степень. А уравнение четвертой степени в школе вроде как не учат решать. Тем более оно там неприятное получится, не биквадратное. В общем, придется повозиться и помучиться. Некоторые школьники замечают, что х квадрат минус 5 вроде как можно разложить на х минус корень из 5 умножить на х плюс корень из 5. Пытаются делать какую-то замену, но тоже там очень все плохо получается. Корни остаются, уравнение четвертой степени в итоге то же самое. То есть еще сложнее получается. Поэтому ступор. Как решать? Ну давайте мы все же начнем с вами с того, что избавимся от корня в правой части. И это непременно наложит какие-то ограничения на нашу левую часть. А именно х квадрат минус 5 должен быть больше либо равен нуля, потому что корень это у нас не отрицательная штука. Значит х квадрат больше либо равно 5. Вот это всегда опишем. На всякий случай вдруг нужно будет потом отсеивать корни. Но может и не пригодится, кто его знает. Ну и давайте теперь возводите правую левую часть в квадрат. Слева у нас получится сразу, давайте вот так сделаем, и по формуле раскрываем. Х четвертый минус 10х в квадрате плюс 25. И то, что у нас получится справа, переношу влево. Минус х минус 5 равно нулю. Видите, да? Уравнение четвертой степени, и оно не биквадратное, потому что у нас еще есть х. Что делать, непонятно. А сделаем мы сейчас с вами такую вещь, до которой, ну вообще говоря, не то что школьнику и взрослому догадаться таки сложно. Вещь такая не совсем логичная. Давайте мы обозначим с вами за т пятерочку. Да, т равно 5. Ну или 5 равно т. Да, да, константу обозначаем за переменную. Такой вот нелогичный шаг, который в итоге должен нам помочь. Почему? Потому что, смотрите, у нас тут есть 5, тут есть 25, а значит это будет т в квадрате. И мы с вами перейдем от уравнения четвертой степени к уравнению второй степени. И спокойненько решим его через дискриминат. Давайте посмотрим, что у нас получится. Так, 25 это у нас т в квадрате. Теперь вот эти вот два слагаемых у нас подобные получаются. Потому что 10 это 2t, х квадрат, да, значит давайте минус вынесем за скобочки. В скобочках у нас останется 2х квадрат плюс 1, минус то, что мы уже вынесли. И т выносим за скобочку плюс, остаются свободные члены в виде х4 минус х. И все это равно нулю. И вот мы с вами получили квадратное уравнение абсолютно обычное относительно т. Ну и давайте попробуем решить его, найдем дискриминант. Получится 2х квадрат плюс 1 в квадрате минус 4, помноженное на х4 минус х. Раскрываем скобочки, получаем 4х четвертый плюс 4х в квадрате плюс 1 минус 4х четвертый плюс 4х. И все это равно чему минус 4х четвертый, 4х четвертый заимно уничтожает. Остается 4х в квадрате плюс 4х плюс 1. И это чудесно сворачивается по формуле сокращенного умножения. Получаем 2х плюс 1 в квадрате. Значит, т первое, второе у нас равняется чему? Минус b, то есть это 2х квадрат плюс 1. Минус тут уже есть, да минус b, поэтому с плюсом. Плюс-минус корень из дискриминанта. Смотрите, у нас квадрат, извлекаем корень и получаем модуль. Модуль у нас раскрывается с плюсом или минусом, да? То есть мы должны поставить плюс-минус. Но у нас уже есть плюс-минус, поэтому все замечательно. Мы просто пишем плюс-минус 2х плюс 1. Вот так вот. Деленое пополам. Так, и получится у нас с вами вот какая вещь. Если раскрываем с плюсом, получится 2х квадрат плюс 2х плюс 2. И все это делить пополам. А мы, значит, мы двоечки можем заменить смело на единички. Вот так вот. А с другой стороны, если раскрываем с минусом, получаем 2х квадрат. Тоже делим на 2, сразу получаем х квадрат. Минус 2х тоже делим на 2, получаем минус х. И 1 до минус 1 у нас вообще взаимоуничтожается. Теперь вспоминаем, что t это 5, поэтому приравниваем это к 5 и это к 5. Получаем с вами 2 квадратных уравнения. Ну, давайте посмотрим. х квадрат плюс х минус 4 и х квадрат минус х минус 5 равно 0. Снова получили 2 квадратных уравнения. Дискриминанты ищем. Ну, давайте для первого ищем дискриминант. Получаем единичка плюс 16, это 17. И сразу дискриминант для второго ищем. Единичка минус 4 на минус 5 плюс 20, то есть 21. И смотрим. х первое второе у нас будет равно минус 1 плюс минус корень из 17 делить пополам. А х третье и четвертое будет равно 1 плюс минус корень из 21 делить пополам. Но не забываем, что у нас есть с вами ОДЗ. То есть х квадрат у нас должен быть больше или равен 5. Ну, давайте посчитаем, чему у нас будет равен х первое. То есть получаем х первое минус 1 плюс примерно 4 и 1 делить на 2. В числителе получаем примерно 3 и 1 делим это на 2. Получаем примерно 1,56. 1,56 возводим в квадрат и получаем явно что-то меньше 4. Значит, этот ответ нам не подходит. х второе, давайте смотреть. Минус 1, минус 4 и 1 делить на 2. Получаем что-то больше 5. Делим на 2, получаем что-то больше 2,5. Возводим 2,5 в квадрат и получаем что-то больше 5. Это нас устраивает. То есть х2 нам подходит. А теперь давайте проверять х3 и х4. Вот так вот, х3. Корень из 21 это примерно 4,5. Там даже 4,58. Плюс 1 это 5,58 делить на 2. Получаем больше 2,5. То есть это нам подходит. Получаем примерно 2,79. И возводим это в квадрат, получаем явно что-то больше 5. Теперь х4. Единичка минус корень из 21. Получаем минус 3,5 примерно. Делим на 2, получаем что-то меньше минус 2. Возводим в квадрат и получаем что-то меньше 5. То есть х4, короче говоря, нам не подходит. Значит, х3, пишу, подходит. А х4 не подходит. И таким образом можем сформировать с вами ответ. В ответе у нас будет всего 2х. Х1 равное минус 1 минус корень из 17 делить на 2. А х2 будет равно 1 плюс корень из 21 делить на 2. И вот это у нас с вами ответ на эту задачу. Если было понятно и задача понравилась, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мои каналы в соцсетях. Спасибо за вашу любовь к математике. Вы большие молодцы, что решаете со мной. И пока, друзья. До новых интересных задач.